Общественное телевидение Республики Арцах и Арутюна Копян представляют Моя земля Доброе утро, друзья! Сегодня я строил лагерь и землянку в одном из сел, в которых уже давно не живут люди, а именно село Призрак Почему не в лесу, спросите вы? Да все просто! Вот смотрите, у меня есть определенная цель, и эта цель должна быть выполнена только в этом селе Это село находится вблизи села Ракел, отсюда мне нужно пройти вон туда, где-то 3-3,5 километра И, собственно, вон там я и буду строить этот мини-лагерь Дело в том, что в такую погоду волки только так и бродят, поэтому там находится множество волков И там они ходят большими стаями К сожалению, но ко мне привязалась наша собака, это Динго Динго, привет! Это очень плохо, то, что она за мной привязалась, и надеюсь, она от меня уйдет подальше, потому что Там множество волков, Динго, и ты точно не справишься Поверь, первого, кого растерзает, так это тебя, поэтому оставайся лучше здесь Пошел вон! Динго, уходи! В итоге Динго за мной не пошел, чему я очень рад Динго, уходи! 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 Так, я уже вошел в село И во второй серии на 17-й минуте я нашел тут вторую змею, Гюрза Она была достаточно большая Как вы думаете находится ли она тут сейчас Это не столь важно Потому что нужно проверить Там находится мышка Вон собственно мышка Так Мышка убежала сюда А если тут находится мышка Значит тут однозначно нет змеи Это 110% Даже нет смысла проверять Но Если так хотите Можем собственно проверить Так В тот раз у меня была вот тут А так как тут мышка Естественно ее как таковой нету Так Сейчас я ищу то место где можно Начать обустраивать лагерь Многие из вас задаются вопросом Почему село призрак А не лес Я обязательно вам расскажу Но позже Скорее всего Тут могут находиться Какие то животные Поэтому конечно же Я сперва Обойду полностью все село Найду место И начну обустраивание лагеря Так так Где вы построить нам Наш лагерь Собственно лагерь скорее всего я построю тут Либо прямо там Потому что одна стена уже по сути построена Рядом находится Очень качественный кугол Можно будет его тоже обустроить Так Но теперь пора за дело Так Камни я убрал Поэтому территория в целом очищена Но Она маленькая И поэтому я сейчас Где то вот так вот еще очищу И конечно же Уравняю эту землю Потому что Так мне не подходит Мне нужно чтобы она была Максимально ровная Собственно что Я сейчас И сделаю К сожалению Ко мне приближается туман Через минуты 4 Тут будет полностью туман И волков как толком я не смогу увидеть Второе Я работаю А это означает что Когда ты копаешь лопатой Когда ты убираешь камни Ты много не замечаешь Потому что ты нацелен только Именно вот на эту цель Но к сожалению в таком случае Я не смогу увидеть Волков Поэтому нужно быть рассудительным И думать сейчас только головой Как толком лагерь я не подготовил Поэтому оставаться в таком месте Сейчас я не могу И нужно выдвигаться обратно домой Так Туман уже практически в селе Вон там меня ожидают Действительно проблемы Если будут волки То я их не замечу Так Это у нас от дикобраза Скорее всего где-то рядом Живет Это милое создание А шипы у него действительно Очень колючие Вон волки смотрите Видели волк? Ага Один там находится Так Где остальные волки? Вот тут ручеек К сожалению получилось то что получилось До дома мне 3 километра Одного волка я заметил там Второй был там Они где-то находятся По ту сторону Ну вот собственно и привет Я не знаю увидели вы в кадре волка или нет Но Двое из стая находятся где-то тут Вот так вот никогда не делайте Потому что мне нужно в любом случае пройти Туда Так Я просто хочу чтобы вы понимали Посмотрите на эти деревья Они очень маленькие На них как толком не забраться Если будет стая Поэтому придется Биться Я понимаю что скорее всего Это чревато Смертью Но Психологически я готов Мне осталось где-то 2,5 километра И мне нужно пройти Эти 2,5 километра Так Пока что я их не вижу Я вижу коров Так Вон там коровы А коровы это означает то что Волков поблизости Не должно быть Но Не стоит забывать что Мне нужно будет завтра снова идти В село призрак И обустраивать лагерь Завтра я собирался снова в лагерь Но оказалось что погода будет теплой Поэтому я решил проверить Насколько большая концентрация Горных козлов присутствует у нас На южной части Арцаха Доброе утро друзья Сегодня я двигаюсь в сторону Не доходя до Кашатакского района Моя задача очень проста Я буду искать горных козлов Цель простая Но найти горных козлов В той местности Очень-очень сложно Поэтому Сегодня мне придется Очень серьезно потрудиться Двигаться мне нужно Именно вон в ту сторону Так Сейчас я двигаюсь В сторону поселения Джилян По ту сторону Находится старый Джилян А я буду через горный Горный хребет Двигаться в ту сторону Посмотрим как там дела обстоят Двигаться в ту сторону Двигаться в ту сторону Это у нас Гюрза А я думал в такую погоду Уже не будет змей Но сегодня солнце Поэтому она вышла прогуляться Смотрите Вон там один волк находится Я пойду сейчас прямо за ним Я настоятельно рекомендую вам Так никогда не делать Двигаться в ту сторону Так Внизу течет маленькая речушка Это означает Что он пошел по ней Конечно же Я не пойду по низу Надо обхитрить его И обойти С другой стороны Смотрите друзья Я нашел волка Вон он Смотрит на меня И видит меня Уходит в ту сторону Субтитры создавал DimaTorzok Один волк Вон второй убегает Где еще? Двое Видите? Один убегает туда Двое Трое Один, два Третий волк там Я принял решение Сегодня я не двигаюсь Горным козлам Потому что Потому что Три волка Это Это совсем не шутка Второе Я уверен Если я буду продвигаться дальше Будет значительно больше Я двигался Для того Чтобы поймать Одного волка И то я не понимаю Для чего Потому что Потому что Во первых Официально волков запрещено Убивать в Арцахе Во вторых Во вторых Наверное все таки Вот этот адреналин И вот эта боякость Ее нужно убирать во мне Потому что Она приведет Не к хорошим последствиям Если так дальше Будет продолжаться Я не смогу пойти Ни горным козлам Не смогу построить Нормально Ни лагерь И дальше Те задачи Которые я поставил В этом В этой местности Именно продвигаться В сторону Кашатакского района К сожалению Они пойдут к чертям Пришлось быстро Покидать местность Также вы должны знать Что на всякий случай Я имею с собой Шумовую гранату И в случае чего Могу использовать ее И снова Доброе утро Позади меня находится Дизапайт И надеюсь Сегодня Погода будет Более благоприятной И конечно же Волки мне не будут мешать Потому что За эти два дня Я ни черта Не могу сделать По той причине Что Волки активно Мешают мне И надеюсь Сегодня Этого не произойдет И я смогу нормально Начать обустраивать Лагерь Так Я уже в селе Призрак Надо начать Готовить дрова К постройке Лагеря Вон там Сейчас находится Один шоколенок Может быть Даже не один Но из-за того Что он Похож цветом На листву Его как толком Не видно Но я его заметил Поэтому Возможно Он там не один Но мне все равно Нужно двигаться В ту сторону Потому что Деревья Находятся Там Посмотрим Как там дела Обстоят Вот это дерево Подойдет для того Чтобы сделать Можно сказать Чашку для воды Где-то Вот так вот Собственно Получится сделать Из нее Мини ведро Для того Чтобы вода Была все время рядом А не ходить Каждый раз За ней К ручейку 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 теперь надо аккуратно порубить на 4 равномерных части в данном случае быстрость не нужна, тут нужна только аккуратность после собираем все 4 части в одно целое и далее с середины начинаем рубить и далее с середины Снизу нужно чем-либо привязать Можно чем угодно Главное, чтобы она внизу сильно склеилась И не было никаких прощелин Вроде бы всё Так, а сейчас мы пойдём поищем Где-либо родник Как я понимаю, если это маленькая речушка Значит, вода должна быть питьевая И нам нужно двигаться В ту сторону Так, тут пересохшая Ага Вот и вода Но в лагере такое приспособление Мне понадобится для быстрого мытья рук Примерно в 800 метрах от меня Находится стая волков Она состоит из 4, может быть 5 Среди них есть также и альфы Поэтому я быстренько сейчас выдвигаюсь в лагерь Всё, я наверху Пока что в безопасности Но для себя я решил, что всё хватит Потому что волки Третий день уже не даёт мне нормально поработать То есть невозможно В этой ситуации нормально работать Внизу я нарубил достаточно много дров Для того, чтобы начать постройку Но есть одно маленькое Да нет, не маленькое, а большое Но я только что и делаю Что смотрю налево, то направо, то назад, то вперёд И всё время у меня какое-то в глазах что-то мерещится Потому что я знаю, что тут находятся волки Вот даже сейчас я с вами разговариваю Я всё равно всё время на чеку Я много раз камеру просто отключаю И смотрю что и как И вот так вот На протяжении всего времени Поэтому я для себя решил, что Лагерь я буду делать однозначно в лесу Но уже это вы увидите в другой серии И также, конечно же, придётся оставить эту затею Поэтому давайте договоримся так Я сделаю в одной из ближайших серий Лагерь Действительно он будет крутой Но уже в лесу Потому что в селе призрак Это просто-напросто невозможно Всё время какие-то проблемы И третий день подряд уже волки Пока что я всё контролирую И ко мне не сможет приблизиться волк Потому что я всё время на чеку И в достаточно безопасном месте Для чего именно село призрак? Почему не лес? Ведь лесу значительно проще И дров много И всё, что нужно, рядом находится В 2011 году Японии случилось Катастрофическое землетрясение И после этого появились города-призраки И вот десятки тысяч туристов Которые готовы заплатить значительно больше денег Чтобы попасть в эти города-призраки И, конечно же, японцы активно этим пользуются Поэтому множество туристов Посещают города-призраки в Японии И туристы готовы платить значительно больше денег В нашем же Арцахе у нас присутствуют И города-призраки И, конечно же, сёла-призраки Для нас это обыденность Но для туристов это что-то необычное И они готовы также платить за это деньги Поэтому я эту тему затрагиваю не просто так Конечно же, лагерь у меня тут не получилось построить Но это не значит, что тут не получится привлечь туристов Множество туристов, которые готовы заплатить деньги Для того, чтобы посетить сёла и города-призраки И хотелось бы, чтобы правительство Арцаха Уделило этому особое внимание И создало какие-либо экстрим-туры Я понимаю, что в таких местах присутствует определенное количество живности В данном случае это волки Но, опять же, я выбрал такой месяц Где действительно волки только начинают активироваться Потому что зима вот-вот уже близко Сегодняшняя серия подошла к концу Но я с вами не прощаюсь Ведь мы встретимся в следующей серии на Арцах ТВ С вами был Лару Тюна Копян До скорых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин